Здравствуйте, меня зовут Дарья Ханалайнин, я помощник редактора журнала «Образование и саморазвитие», но по программе заявлен Мик Ражби, это заместитель главного редактора в нашем журнале, но в связи с тем, что он не может сейчас выступить по техническим причинам, я вам вкратце расскажу, про что было его исследование. И к предыдущему докладчику были ряд вопросов, которые я думаю, что я смогу на них ответить, потому что как раз-таки исследование, которое провел Мик Ражби, поможет понять вот эти вопросы, которые были только что озвучены. Значит, сразу говорю, что исследование было такое небольшое в рамках просто нашего журнала, то есть мы не претендуем там на какую-то научную валидность, то есть это маленькое независимое исследование просто в рамках конкретно нашего журнала, чтобы понять, что происходит и какие инструменты проверки на плагиат работают лучше всего конкретно в нашем случае. Ну, всем известны вот первые два инструмента I-Authenticate и Anti-Plagiat. И в нашем случае мы еще решили добавить CopyLix и сравнить, насколько это все эффективно, потому что всегда хочется искать какого-то совершенства. И I-Authenticate, как уже было сказано, работает преимущественно с англоязычным текстом. В принципе, можно и русский текст туда заливать, но находит он очень мало. И то же самое с антиплагиатом, только наоборот. С антиплагиатом лучше он распознает русский текст, английские заимствования практически не находит. И CopyLix появились с таким заявлением в том, что можно и русский текст, и английский текст проверять. То есть появилась надежда на то, что можно пользоваться только одной программой, не нужно покупать несколько софтов. Ну, в общем-то, мы решили проверить, насколько это адекватное заявление и насколько удобно работает CopyLix. И прежде чем мы перейдем к сравнению, я еще скажу, что у нас изначально история нашего журнала была связана как раз-таки с вопросом плагиата очень сильно, потому что в какой-то момент, это было в 2015 году, обнаружилось, что 5% всех опубликованных статей в нашем журнале имели какие-то некорректные заимствования, то есть это был самоплагиат или плагиат. Вот в связи с этим с нами связался Диссернет, и, естественно, началась активная работа по устранению всех этих проблем, то есть мы обнаружили 100 статей и начали производить ретракции. То есть весь этот процесс, который происходил, в принципе, Ник об этом уже рассказывал на своих предыдущих выступлениях, и это есть и в его публикациях, то есть это уже такая отработанная тема, и вот на фоне вот этой истории мы, естественно, очень трепетно относимся к вопросу плагиата, и хочется всё время обнаружить плагиат до того, как вы его опубликуете, да, то есть поэтому нам настолько важен этот вопрос. И конкретно с этим исследованием тут мы взяли 3 англоязычных статьи, 5 русскоязычных статей, то есть это из недавно присланных в наш журнал, и понятно, что процесс такой довольно трудоёмкий, поэтому мы решили ограничиться пока что таким количеством статей, просто чтобы как пилотный вариант понять, что происходит. И, как вы видите, тут идёт сравнение по процентам 3 разных программы – iAuthenticate, Antiplagiat и CopyLeaks. Ну и как сразу же понятно, видно, что iAuthenticate работает полноценно с английским текстом, Antiplagiat лучше работает с русским, и у CopyLeaks, видите, такие смешанные результаты, то есть, ну просто интересно посмотреть на эти проценты. Тут такая уже более подробная информация сравнения CopyLeaks с iAuthenticate, и тут сравнение CopyLeaks с Antiplagiatом. Подробнее про вот эти вот все расчёты, как конкретно что-то сравнивалось, я думаю, что можно будет связаться и с самим Ником Ражби, поскольку он проводил эти расчёты. Я перейду сразу к выводам, поскольку, ну скажем так, вся вот эта математическая часть, она поскольку меня не касалась, поэтому вот не смогу дать подробностей. Значит, какие выводы были сделаны? Прежде всего, мы пришли к выводу, что невозможно отказаться ни от одной из программ, и возможно, нужно пользоваться всеми тремя программами, потому что они показывают разные варианты текста, поскольку у них разные базы данных, и, соответственно, нам показалось целесообразным использовать все три программы, но, соответственно, если это русскоязычная статья, то тогда Antiplagiat и CopyLeaks, если это англоязычная статья, то одновременно использовать CopyLeaks и Authentic. Значит, при этом каждую статью нужно рассматривать в индивидуальном порядке, да, соответственно, если мы провели вот такой анализ с помощью софта, он всего лишь показывает на какие-то подозрительные статьи, но невозможно сразу сделать какой-то конкретный вывод, действительно ли там есть плагиаты, в каком размере этот плагиат там присутствует, да, то есть софт помогает только указать на какие-то проблемные места, которые уже в ручном порядке должны быть рассмотрены. И еще мы заметили, что CopyLeaks работает очень интересно с переводом, да, то есть вот если ни iAuthenticate, ни Antiplagiat не справляется с переводным текстом, что в принципе очень часто бывает с русскоязычными авторами, которые пишут сначала статью на русском языке, потом они ее публикуют на русском языке, затем они ее переводят на английский язык и публикуют еще раз уже в англоязычных источниках. Естественно, это тоже плагиат, но существующие системы, ну как iAuthenticate и Antiplagiat не были в состоянии улавливать такого рода плагиат, поэтому как бы хотелось, чтобы появилась какая-то возможность, и вот в лице CopyLeaks появилась надежда, поэтому как раз-таки CopyLeaks имеет смысл попробовать именно чтобы обнаруживать такого рода плагиат, потому что вот в нашем случае одна из статей как раз-таки показывала отсутствие плагиата через iAuthenticate и Antiplagiat, но после того, как мы ее перевели в Google Translate, и что очень часто бывает с недобросовестными авторами, они как раз-таки прибегают к Google Translate и потом отправляют куда-то на публикацию. Вот мы решили последовать такой же логике, взяли российский текст, перевели его на английский язык через Google Translate и залили уже в CopyLeaks английский текст, и CopyLeaks показали как раз-таки источники русскоязычные, то есть возможно обнаруживать такого рода проблемы. То есть вот это такие основные выводы. Спасибо вам за доклад интересный, и так как идет интернет-трансляция, то представители антиплагиата на связи и спрашивают, какие модули поиска антиплагиата использовали для анализа, если вы в курсе, конечно. Я как раз-таки не смогу ответить на все технические вопросы, поскольку это делалось и ником Ражби лично, поэтому нет, не смогу ответить. Но можно будет с ним связаться конкретно по этому вопросу. Я думаю, это было бы хорошо. Вопрос конкретный. Правильно ли я понял, что это статьи, пришедшие в ваш журнал, да? Да. Можно уточнить, да. За сколько лет, сколько статей и какая область на ней? Значит, журнал называется «Образование и саморазвитие». К нам присылают статьи из области психологии и образования. Семь, так, получается, три было англоязычных статьи и пять русских, то есть восемь статей за последние два месяца. Комментарий. Это не выбор. Я об этом уже сказала. Два раза. Спасибо за вопрос. На предыдущий комментарий вопрос был к антиплагиату, не совсем к докладчику, поэтому, опять же, поскольку вы с докладчиком работаете вместе, я предлагаю скоперировать усилия и сделать целостный материал по результатам конференции. Думаю, для этого конференции нужны. Спасибо большое за доклад.